Приветствую всех! И после небольшого перерыва с вами снова первый циничный канал. И сегодня наш сюжет будет посвящен скрытому налогообложению в России. Или же тем механизмам, с помощью которых страна, где так вольно дышит человек, делает своих граждан нищебродами. Я называю это скрытыми налогами. Очень много полемики ведется в области налогообложения, посвященной сравнению налоговых систем России, Европы и Соединенных Штатов. И зачастую в пользу российской налоговой системы высказываются мнения, что вы нигде не найдете такой ставки налога, как, например, подоходный налог 13% в России, в Европе налог выше значительно. Забывают при этом только два фактора. Во-первых, в Европе несопоставимо выше и зарплаты. Во-вторых, в Европе, как правило, налог прогрессирующий. То есть, наиболее сильно он бьет по самым богатым. В России налог пропорциональный, 13%. 13% с 20 тысяч и 13% с 20 миллионов. То есть, как раз элита, которая занимается определением системы налогообложения, в отличие от европейской, не страдает, по крайней мере, пропорционально европейской. Это раз. И, во-вторых, зарплаты. Говоря о 13%, сравнивая, допустим, с 50 европейскими процентами, это нужно все-таки помнить, что 50% с 5 тысяч евро заплатить, или с 4 тысяч евро, и получить 2 тысячи на руки, это одно. А заплатить 13% с 15 тысяч рублей, как это в российских регионах зарплата существует, это немножко другое. Но сейчас, в общем-то, это немножко отклонение от темы, и наша тема как раз скрытые налогообложения. То есть, кроме официального налогообложения, Россия имеет еще целую систему скрытого налогообложения. Она огромна, классифицировать ее достаточно трудно, но все-таки можно выделить основные моменты скрытых налогов. Во-первых, это навязывание услуг. Во-вторых, это продукция и услуги низкого качества. И в-третьих, это тотальное беззаконие, тотальное отрицание права. И сейчас мы их разберем по порядку. Итак, навязывание услуг. Попробуйте заменить права водительские. Вам обойдется, по истечению срока использования, 10 лет, срока действия прав, вам обойдется это чуть больше 6 тысяч. По сути, цель смены прав. В чем она? Устаревает фотографию за 10 лет. Вот чтобы сменить, по сути, фотографию на правах, вам это будет стоить больше 6 тысяч. Сюда войдет госпошлина за оформление прав. Сюда войдет обязательно освидетельствование в психдиспансере, который сейчас также платное. Освидетельствование просто медицинское, не психиатрия. И так далее. То есть, недавно сменив права, по-моему, 6800 мне обошлось суммарно смена фотографии. Устраивайтесь на работу. С вас требуют справку из психоэнерго-диспансера. Одна 700 с чем-то рублей, другая 500 с чем-то. Соответственно, каждый год вы их продлеваете. Да, это не совсем законно, но тем не менее, все больше и больше должностей сейчас требуют такие документы. Итого 1300-1400 просто за то, что вы устраиваетесь на работу. Докажи, что ты не псих и не наркоман. И так далее. То есть, таких навязываний услуг, ненужных нам, но при этом очень даже выгодных государству, огромное количество. Кстати говоря, сами эти освидетельствования, в том же наркодиспансере, проходят очень оригинальным способом. Когда я устраивался еще давно на госслужбу, там действительно хотя бы было освидетельствование. Кстати говоря, бесплатное. Смотрели вены, руки просили показать. Последние разы, когда я такие освидетельствования проходил, вы приходите к наркологу, жалобы есть? Жалобы на что? Хочется спросить. На то, что я наркоман? Нет. У наркоманов их, кстати, тоже нет. Они не жалуются ни на что. Дальше какая-то терминология следует. Вот непосредственно у меня нарколог спросил, были ли у меня заплывы. Время было уже холодное, поэтому я купанием не моржу, скажем так, в такое время. Сказал, что нет, заплыв не было. Ну, собственно, все. Ваши 500 рублей там, 550 отработаны. Так вот, таких услуг огромное количество, за которые вы будете выкладывать за ненужные вам услуги деньги. Ну, вам их навяжут. Иначе вы не можете получить права, не можете устроиться на работу и так далее. Это одно. То есть, каждый из вас вспомнит еще, это я для примера только привел, а каждый из вас вспомнит огромное количество подобного навязывания услуг. Дальше. Продукция низкого качества. Опять же, сравнивая Европу, США и Россию, что такое деньги? Деньги – это эквивалент. Это эквивалент вашей работе, который вы можете, скажем так, воплотить в какие-то товары и услуги. И если вы, отработав определенное, потратив определенные усилия на своем рабочем месте, получаете за эту работу откровенную дрянь, то как же можно сравнивать, опять же, с Европой или же с США? Вы не получите вообще нисколько продукции надлежащего качества, европейского качества или американского качества за вашу зарплату, которая у вас осталась после налогообложения. Вы получите дрянь, фуфло, иными словами. Как услуги, так и продукции. И никто это глобально не скрывает. Очень даже интересно, например, отслеживать полемику с отдыхом в Крыму. Зачастую приходится читать такие статьи, причем от первых лиц практически государства, что мы понимаем, что качество отдыха там несравнимо с турецким, мы понимаем, что цена тоже несравнима, она выше, но тем не менее призываем ехать. Почему, собственно, не призвать повысить качество, понизить цену, провести надлежащие проверки? Почему, собственно, турки могут сделать соотношение цена-качество, а в Крыму это сделать невозможно? Но, как говорится, оставляется этот вопрос за кадром, что качество не будет повышено, очевидно, цена не будет понижена, поэтому решение говно, но свое. Едем. Дальше. Да, и опять же, это кругом. Какая у нас продукция, я думаю, объяснять не стоит в России. Дальше. Это беззаконие тотальное. Вы приходите в магазин, видите один ценник, на кассе вам пробивают уже по другой цене. Вы знаете, сколько я по Европе катался? Ни разу такого не видел. И тут же вам начинают, скажем так, лапшу на уши вешать, что это вот сотрудники торгового зала виноваты, они не успели там ценники заменить и так далее, но по другой цене мы вам бить не будем. Все, вот у нас цена правильная на кассе. То есть такой тотальный лохотрон. Какая бы вам услуга ни оказывалась, платная, бесплатная, ну, бесплатная, условно говоря, по социальному страхованию, по медицинскому страхованию, везде лохотрон. У меня, допустим, родственник диабетик, имеет право на получение бесплатных, там, иголок, инсулина и так далее. Приходит в поликлинику, выписывает иголок из расчета, одна иголка на три укола, одноразовая. Пытается что-то выяснить, и тут ему врач заявляет, уже пожилому человеку заявляет, все колют, и ты будешь, именно на ты. Хотя вроде бы не хамил при этом человек. Пишем жалобу в Министерство здравоохранения, ответ, с врачом проведена беседа о медицинской диантологии. Я посмотрел в интернете, что это такое, наука об этике, медицинской диантологии. То есть, врач даже выговора не получил, даже замечания не получил. Он, по сути, человеку дает одноразовую иголку на три укола, по сути, ставит под угрозу жизни и здоровья, только чтобы там страховую премию себе получить по страховой медицине. И в итоге с ним побеседовали о диантологии. Побеседовали, и дальше он будет делать то же самое. То есть, в принципе, опять же, стоит ли рассказывать, приводить огромное количество случаев, когда вы сталкиваетесь с беззаконием, которое существует как система в целом государстве, с целью, опять же, стрясти с вас деньги лишние. Или же, соответственно, не выдать, не потратиться на вас в тех случаях, где вам это положено от государства. То есть, система профанации и беззакония. Это огромное количество. Они связаны между собой. Система товаров низкого качества, когда вам могут залить масляную мочу в бензобак, и система беззакония. Тут трудно провести грань, очень четкую, где кончается низкое качество, начинается уже беззаконие. Но, тем не менее, все эти явления существуют тотально. Что в результате? В результате за те деньги, которые остаются после налогообложения, вы получаете фуфло. Либо с вас их стряхнут, вот этими услугами навязанными, когда вы просто шага не ступите бесплатной справки, там, только башлять успевает. Либо вы их заплатите за какую-то дрянь, которую не сможете использовать или отравитесь этой дрянью. Либо, соответственно, с вас их просто вытрясут, эти деньги, не очень-то законным способом. Полузаконным, там, не знаю, на четверть законным и так далее. То есть, как таковых денег-то вы и не увидите. И теперь, возвращаясь к изначальному посылу нашего сюжета о сравнении систем налогообложения российской, европейской и американской, кто больше увидит результаты своего труда? Россиянин, европеец или американец? Ответ очевидный. Здесь возникает вопрос. Как с этой ерундой бороться? На самом деле, панацеи нет. Бороться с этим невозможно. Если сравнивать, ну, бороться эффективно, на 100% эффективно, я имею в виду, невозможно. Бороться можно, но эффективность низка. Если сравнивать русский мир, американский, европейский, то мы увидим, что в русском мире, в принципе, народ достатка не имел никогда относительно других двух миров. Нормальной жизни он тоже не имел. Порядка тоже особого не имел. Многие философы об этом говорили еще задолго до нас. Ну, какие же методы все-таки можно посоветовать? Первый метод, наиболее эффективный, на мой взгляд, но наиболее сложный, это иммиграция. Просто взять и уехать в нормальную страну. Но тут, конечно, много нюансов. Иммиграция. Каким образом? Не знаю, девочка может замуж выйти за иностранца, но это ладно, это, как говорится, частный случай. Для основной массы. А мы там не нужны. То есть, что значит иммиграция? Просто это, взял и поехал. Куда? Кому? Кому вы там нужны? Дело в том, что иммиграция в массе своей осуществляется по профессиональному критерию. То есть, вы должны уметь что-то делать. Тут два фактора. Во-первых, вы должны уметь делать что-то полезное. И во-вторых, вы должны делать это качественно. Уже по двум этим факторам для основной массы россиян иммиграция накрывается. То есть, страна, в которой 90% населения это юристы, экономисты, менеджеры, психологи, социологи и прочие исты. Люди, которые ничего не могут делать и не хотят делать зачастую. То есть, для них иммиграция обрубается. Если вы хороший врач, хороший строитель дорог, хороший инженер, да, но это, соответственно, меньше 1%. Те, кто будут подпадать под такую возможность. Другой путь. Подумайте о своей работе. Как я уже сказал, деньги – это эквивалент не только товаров, которые вы можете приобрести, но и вашей работы. Если вы получаете дрянь, в принципе, вы получаете за вашу работу дрянь, стоит ли за дрянь расплачиваться потом и кровью? Подумайте, прежде чем выходить с соплями на работу, не беря больничной, прежде чем задерживаться после окончания рабочего дня. То есть, я не призываю к какому-то саботажу незаконному, нет, почему? Но подумайте, прежде чем снимать с себя три шкуры, когда с вас будут просить снять эти три шкуры, тот же работодатель. Но тут дело в том, что когда вас считают за скотину, это полбеды. Беда начинается там, где вы начинаете считать себя скотиной уже сами. Вот это уже действительно беда. Тогда вы, наверное, их прям скотина. Если вас облаяла собака, это не повод встать на четвереньки и ответить ей тем же. Но если вы ходите на четвереньках, то да. Поэтому, стоит ли за дрянь расплачиваться действительно качественной работой, вламывать откровенно, лезть из кожи, или же все-таки нужно как-то пересмотреть свои трудозатраты, понимая, что кроме дряни вы ничего не получите на российском рынке, ну, каким-то образом расплачиваться чем-то подобным, чем-то российским, я бы сказал. Это второй вариант. Тут каждый решит для себя сам, то есть, каким образом пересмотреть отношения к своей деятельности, к отдаче, к самовыкладке. Третий вариант. Это жалобы. Это очень интересный вариант. На нем остановимся немножко поподробнее. Что такое жалобы? Если вы меня сейчас смотрите, значит, у вас есть постоянный доступ в интернет. Соответственно, вы можете писать решительно бесплатные жалобы. У нас сейчас каждый госорган имеет свой портал, свой сайт, где есть вкладочка обращения граждан, написать письмо, что угодно. Ну, смысл именно такой. Поэтому вы можете писать жалобы. Эффективность написания жалоб невелика. Но, тем не менее, вы каждый день сталкиваетесь с сотнями случаев нарушения ваших прав. Чего же вы молчите-то? Получается, что мы живем хуже, чем негры в Африке, но статистическая ситуация такова, что вроде бы все в порядке. Ну, более-менее в порядке. То есть, на уровне Восточной Европы. Это ерунда. Если каждый будет действительно использовать свои права на подачу обращений, когда сталкивается с беззаконием в отношении себя, госорганы захлебнутся жалобами. Потому что на данный момент высока латентность правонарушения в России, скрытность правонарушения. Что ж вы их покрываете-то? Что ж вы систему-то покрываете? То есть, вам на голову гадят, а вы, соответственно, не обращаетесь, никаким образом это не освещаете. Жалобы сейчас можно писать бесплатно. Более того, пусть система работает, как белка в колесе. Если уж хоть порядок не наведут, так пусть хоть, не знаю, друг друга крошат. Система бюрократическая может крошить не только народ на самом деле, она может крошить и друг друга. Потому что должна будет разбирать ваши жалобы. В течение 30 дней вам должны ответить на обращение. Пусть описку дадут, но тем не менее. Это будут деньги хотя бы на конверты страченные на вас. Это будет какая-то хотя бы деятельность той же прокуратуры, направленная на написание этой отписки. Пусть работают. Не могут работать, не могут качество какое-то производить. Пусть хотя бы дурью занимаются. Тут, знаете, как Мудзедун говорил, чем хуже, тем лучше. И стоит ли для простого гражданина в России искать каких-то путей к общему процветанию, к понятию хорошо? Стоит ли? Это как анекдот старый. Приходит один индейец к вождю и говорит, что вождь, мне не нравятся имена в нашем племени. Как не нравятся? Тебе мое имя не нравится? Ясный месяц? Нет, вождь, ты не понял, нравится. Отличное имя. Так может, тебе имя моего брата не нравится? Быстрый олень? Вождь, да ну что-то нравится. Ну, тогда тебе имя моей жены не нравится? Яркая звезда. Нет, вождь, отличное имя, не подумай. Ну вот, видишь, вот иди и подумай, бычий хер. Так же и здесь, понимаете? Стоит ли 99% вот этих вот бычих херов ратовать за систему, в которой 1% вот этих вот ярких звезд? Стоит ли искать выгоды какой-то этой системы? Выгоды нет, она работает против народа, так или иначе. Так и пусть хотя бы будет все очевидно. То есть, если происходит правонарушение, пишите. Соответственно, пусть хотя бы система крутится и, не знаю, та же прокуратура работает после рабочего дня, не вы, а прокуратура, давая вам эти отписки. Иногда срабатывает, иногда срабатывает. Мне получалось иногда разруливать некоторые ситуации жалобами. Вот. А то получается странно. 90% населения страны скоро юристами будет, а правовой нигилизм колоссальный. Сапожники без сапог. Уверен, что если хотя бы 1% населения будет отстаивать свои права, система изменится. Несомненно, изменится. Потому что если я только один, там, у меня, не знаю, за год получается этих жалоб несколько сотен, каждую весну еду на шашлыки и вывожу несколько мешков писем на сжигание ответов. Если хотя бы 1% населения вел себя так же, наверное, мы по-другому жили. Поэтому, так сказать, призываю вас в союзники. Пишите, обращайтесь. Многие из вас сейчас могут подумать, что время жалко. Не лукавьте. Оторвите время мальчики от игры в танчики, девочки от перепостов жратвы ВКонтакте. 10 минут в день найти можно. Причем это не 10 минут оторванные от каких-то важных дел. Это 10 минут оторванные от барашка-тупилки глобальной. контакты, фигакты, танчики онлайн. Поэтому время изыскать можно. Пользы глобально сразу вы не увидите. То есть, иногда у вас будут попадаться ситуации, как, допустим, у меня была ситуация, когда долго не индексировали пенсию родственнику, я написал жалобу, а в результате служебной проверки пересчитали, оказывается, что родственнику пенсию неправильно считали. и разница вот эта, ему там порядка 20 тысяч заплатили. Иногда вы будете видеть выгоду от написания жалоб, но не всегда. В Майсесу это будут отписки, это будет топливо для костра, для разжигания. Но, тем не менее, тем не менее, в данном случае минус на минус дает плюс. Если система настолько безумна, что крошит, по сути, собственный народ, уж пусть лучше она, соответственно, крошит, в том числе, и саму себя. Поэтому подписывайтесь на канал, кому понравились ролики, смотрите обновления специально создал группу ВКонтакте, и самое главное, пишите в комментариях, если кто-то действительно счел мои мысли, скажем так, справедливыми, правильными, кто-то, может быть, все-таки начнет перестраивать свое взаимоотношение с системой, пишите, пишите в комментариях, пишите в той же группе ВКонтакте, что вы сделали? Было бы очень приятно увидеть хотя бы одного союзника, который стал подписать жалоб, и если кто-то напишет, что написал столько-то жалоб, очень неплохо будет. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok